Моя маленькая дочь очень любит готовить, и я решила сшить для нее фартук. Фартук простой по крою, поэтому сшить его можно примерно за час, но если рядом с вами есть маленький помощник, то, возможно, потребуется чуть больше времени. Крой простой, нагрудник в виде квадратика, пояс, на котором я, скорее всего, выметаю петли, и юбка, а вернее ее передняя часть, которую можно собрать на сборку или сформировать складки. На бретелях я обработаю маленькие крылышки и хочу украсить нагрудник аппликацией. Снимаем мерки. Здесь все максимально просто, базово. Я измеряю размеры квадратика нагрудника. От воображаемой верхней границы нагрудника я замеряю длину бретели, чтобы она доходила до пояса сзади по спинке. И далее снимаем мерки. Величина нагрудника у меня 18 на 18 сантиметров. Возможно, стоит даже взять чуть меньше. Длина бретели 50 сантиметров. И длина крылышек сборки рюш в готовом виде 22 сантиметра. Но для того, чтобы скроить эту деталь, потребуется в два раза больше, то есть примерно 40-44 сантиметра. Бретель длиной 50 сантиметров. Ширина детали бретели 8 сантиметров. Я ее сложу пополам, застрочу и в результате ширина готовой бретели будет равна 3 сантиметрам. Ту же самую ширину можно сделать и для пояса, но пояс нужно будет скроить из двух отдельных деталей. Что касается юбочки, передника, основной части фартука, то примерно ширина 55 сантиметров. И для того, чтобы собрать на сборку, либо сформировать складки, потребуется в два раза больше ткани, то есть примерно метр. Что касается длины юбочки, у меня это около 40 сантиметров. Здесь все индивидуально, в зависимости от роста вашего ребенка. В качестве ткани использую самый простой, комфортный, как в работе, так и в носке хлопок с содержанием льна. Моему маленькому заказчику понравился принт с бело-красными клетками. Недавно я заказывала швейные принадлежности на Азон. Сделаю маленькую распаковку. В этот раз я заказала не только для себя, но и для своей дочки. Решила попробовать цветные портновские мелки бренда Хобби Про. Они имеют маленький комфортный размер и еще представлены в разных цветах. Плюс еще моя дочка тоже увлекается рукоделием и с цветными мелками. И, конечно же, будет интереснее. Удобно, что эти мелки в отдельной коробочке. Еще мы заказали безопасные, удобные детские ножницы без острых кончиков. Эти веселые ножницы тоже от бренда Хобби Н. Про. Ножниц так много, потому что одну пару мы хотим подарить подруге моей дочери. Что еще? Булавки со стеклянными головками, поверх которых можно даже проходить цепаром, и с ними ничего не случится. Особенность этих булавок в том, что они тонкие и подходят для деликатных тканей в том числе. Кстати, булавки тоже в отдельном компактном кейсе. Еще я решила попробовать иглы, машинные иглы от Pony. Есть разные виды. Я заказала универсальные иглы различных размеров и для джерси, и для эластичных трикотажных полотен. Больше всего моей дочери обрадовали, конечно же, милые аппликации. Мы приклеим их на нагрудник, на фартуке. Все эти аппликации тоже бренда Хобби Н. Про. Я как-то шила пальто, полностью усыпанное аппликациями. Мне понравилось качество. Они хорошо фиксируются, не отклеиваются. И поэтому я вновь заказала аппликации этого бренда. Ну что, начинаем работу. Сначала мы краим две детали пояска. Шириной примерно 5-6 см. И длиной равной ширине ткани, то есть примерно 140 см. Для того, чтобы по спинке можно было завязать бантик. Выкраиваем юбочку. Самый большой прямоугольник, длиной примерно 40 см. Для крылышек можно скроить два прямоугольника, длиной примерно по 40 см. И шириной около 15-20 см. Складываем каждый прямоугольник пополам вдоль. И соединяем уголки. Уголки можно округлить, для того, чтобы у нас получился мягкий переход по ширине крылышка. Начнем с запаковки срезов по юбочной части. Отгибаем срезы по низу и по боковым срезам. Скрепляем булавками. И сразу же можно перейти к пошиву, потому что ткань очень простая, комфортная в работе. Можно даже не сметывать. Установлю новую иглу и за работу. Прошили срезы по бокам и по низу юбочной части. А по верхнему срезу я решила сформировать складки, просто закрывая каждый квадратик. Очень удобно. Но если, к примеру, подобных квадратиков на вашей ткани нет, то можно просто сформировать складки таким образом, чтобы в готовом виде длина среза получилась в два раза меньше. Фиксирую все булавками, а затем прокладываю строчку, чтобы можно было убрать булавки. Итак, первая примерка. Заказчику пока все нравится. И теперь мы присоединяем нижнюю юбочную часть сначала к одному слою, к лицевой стороне. А затем сверху накладываем второй слой пояса и также прикрепляем. Кстати, я просто перезакрепляю булавки уже на три детали. Пояски скрепляем друг с другом по всей длине и прокладываем строчку на машинке. Стоит хорошенько поутюжить этот шов, потому что он достаточно объемный. Здесь несколько слоев ткани. Для того, чтобы это не создавало толщину внутри пояса, мы приутюживаем и сокращаем эту толщину. Использую маленький, но удаленький утюжок от бренда Hobby & Pro. В него можно залить воду и в результате он выдает очень хороший пар. Кстати, этим утюжком я разрешаю пользоваться своей дочери, потому что он комфортный для маленьких рук. Он легкий и вполне безопасный. Так. Переходим к крылышкам. Каждую деталь я складываю пополам. Лицо остается снаружи. Приутюживаю. И по открытым срезам прокладываю строчку для того, чтобы впоследствии собрать на сборку. Раскрываем мерную ленту для того, чтобы видеть, сколько еще нужно собрать среза в сборку. Затем беру деталь брители, присоединяю к одному срезу. С конца отступаю примерно на сантиметр, потому что этот кончик нужно будет вложить между квадратами нагрудника. Далее отгибаю крылышки вовнутрь, чтобы они не попали под шов. Закрываю все длинным срезом и перезакалываю булавки. Прокладываю строчку. Второй конец брители застрачиваю для того, чтобы он был закрытым. Выворачиваем брители с крылышками, хорошенько утюжим, сокращаем толщину, потому что внутри достаточно большая толщина в срезах. Этим утюжком очень удобно проглаживать маленькие детали, труднодоступные участки. А еще у него тефлоновая подошва, что очень хорошо для тканей. Это более безопасно и бережно по отношению к тканям. Кстати, заказывала я его тоже на озон. Отгибаем брители, прячем крылышки для того, чтобы накрыть все это вторым квадратом. Вторым слоем нагрудника мы скрепляем по боковым сторонам и по верхнему срезу. Нижний срез остается открытым. Прокладываем строчку на машинке и фартук уходит на финишную прямую. Для того, чтобы по уголкам не создавалась толщина, стоит эти уголки подрезать, выворачиваем нагрудник, расправляем брители, расправляем швы и хорошенько приутюживаем. Прикрепим нагрудник к одному слою, к одной стороне пояска. Проложим строчку в пределах нагрудника. Также можем отогнуть пояски, то есть свободные концы пополам, соединить оставшиеся длинные срезы и проложить строчку от уровня юбочки до самого конца. Концы мы запечатываем для того, чтобы они были закрытыми. Подрезаем уголочки у пояса и выворачиваем. Нам остается буквально одна строчка. Для того, чтобы последняя строчка прошла максимально комфортно, стоит хорошенько поутюжить срезы и скрепить их булавками. Прокладываем строчку прямо поверх и можно продолжить ее дальше к пояскам, потому что пояски будут постоянно задействованы. Мы постоянно будем их завязывать, развязывать, а дополнительная строчка по контуру сохранит их форму и усилит. Прямо рядом с юбочкой, примерно на уровне боковых швов, возможно чуть дальше к спинке, я обметываю петли. По брителям на уровне талии со стороны спинки пришиваю пуговицы. И остается самая приятная, красивая часть, это, конечно же, приклеивание аппликаций. На аппликацию накладываем проутюжильник, простую хлопковую ткань, немного выпускаем пар. И затем держим утюг, несколько секунд надавливая на него. Убираем проутюжильник и проверяем. Ну что же, заключительная примерка. Надеваем фартук, завязываем пояски в красивый бант. И брители можно просто опустить вниз по вертикали, а можно разложить крест-накрест. Кажется, маленький заказчик доволен, пританцовывает и отправляется печь печеньки. Теперь готовка приносит моей дочери еще больше радости, а бонус лично для меня – одежда остается чистой. Шитье может стать семейной традицией, передающейся с поколения в поколение. Это не только сохраняет и передает навыки, но и укрепляет отношения, создавая совместные теплые воспоминания. Друзья, спасибо за просмотр. Ссылки на швейные помощники, которые были в этом видео, вы найдете в описании. И до встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok